Таких показателей еще не было в истории воздушной гавани Барнаула. За 10 месяцев этого года аэропорт обслужил 539 тысяч человек. В Министерстве транспорта края рекордные показатели объясняют геополитической ситуации. Накануне в ведомстве подвели итоги года. Если по цифрам порассуждать, если раньше перевозилось полмиллиона тех и тех внутренних пассажиров и внешних, сейчас только внутренних будет 600 тысяч. Сегодня заграничные перевозки, как знаете, закрыты и Алтай снова становится точкой притяжения, наиболее интересным для пассажиров. Мы всегда были аэропортом, скажем так, 500 тысячником, то есть выше 500 тысяч не поднимались. 530 у нас был максимум, падали потом до 278 тысяч в период коронавируса. Но вот октябрь показал очень интересный результат. В ведомстве напомнили, что сегодня ведется работа над проектом по реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта. Он позволит увеличить здание с 4000 квадратных метров до 8. Завершение строительства запланировано на 26-й год. Что касается субсидируемых маршрутов, Росавиация уже утвердила их список на следующий год. Для жителей региона будут доступны льготные перелеты в Новосибирск, Казань, Омск, Екатеринбург, Красноярск. Кстати, рекордные показатели удалось достичь и на воде. Водный транспорт края перевез более 1 миллиона 179 тысяч тонн груза. В министерстве сообщили, что сейчас для региона строится специальный земснаряд стоимостью 1 миллиард рублей. Судно позволит проводить дноглубительные работы, увеличивая объем грузоперевозок. Запуск ожидается на 2024 год. Для каменных грунтов предназначен такого земснаряда нет. Производительность 700 тысяч кубов в час. Поэтому будем работать теперь еще и на Катуне. У нас там участок, у нас там точка роста. Бийский гравийно-песчаный комбинат – один из участников соглашения. Это еще одна из положительных, больших, скажем так, транспортных достижений этого года. Еще одно достижение – ускоренный поезд Барнаул-Славгород. Первый рейс отправится 12 декабря. Как будет называться поезд, пока неизвестно. Расстояние между городами 395 километров. Время в пути – 6,5 часов. Пассажирам будет предоставлено три класса. Стоимость проезда в первом – 1160 рублей. Более экономный вариант обойдется в 677 рублей. Также для студентов будет действовать скидка 50%. Безопасно относительно автобусов дешевле. Мы надеемся, что вот это новое направление, оно как бы вдохнет определенную жизнь в ту степную часть края. Почему? Потому что, если кто-то ездит туда родом и учился в свое время, то студенты с удовольствием пользовались поездами. Почему? Потому что утомительная дорога, тоже непростая, учитывая наличие курортов определенных. Напомним, сегодня из Барнаула уже можно уехать на ускоренных поездах Калина Красная, из Барнаула в Бейск и Просторы Алтая, маршрут Барнаул-Рубцовск. Каждый месяц услугами пригородных поездов пользуются 70 тысяч пассажиров. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.